мы снова с вами мы к вам вернулись ура ура нами андрей макар андрей представься пожалуйста чем ты занимаешься кто ты вообще чем ты молодец это понятно да меня зовут андрей макаров я владелец компании найти вот я там еще у меня такая роль там директор по счастью есть я соответственно параллельно еще трекеры бизнес тренера и коуч я помогаю бизнесом расти и руководителям у них предпринимателям у них соответственно тоже расти и переставать быть узким местом в дуре компании чтобы компания собственно развивалась быстрее ну твой доклад последний был посвящен антикризисному да как из обычного руководителя сделать антикризисного лидера ну я думаю что там многие наши зрители доклад видели кто не видел обязательно посмотрят записи вот у нас думаю нет смысла там его пересказывать я бы знаешь какую хотела с тобой обсудить им историю иногда бывает так что может и часто что лидером руководителем скажем так компании становится человек который не является лидером по своей природе то есть вот он какой-то бизнесочек такой вот он умеет не знаю строгать игрушки деревянные что-то еще делать шить костюмы и он настолько это круто шьет что вдруг компания начинает стихийно расти людей становится много а он понимает что ну как бы вот он не лидер в данной ситуации что лучше какой выход может быть лучший переделывать собственника искать в нем эти лидерские качества выращивать либо успокоиться и взять какого-то управленца со стороны что ты об этом думаешь зависит наверное от того насколько долго переделываться ну то есть так или иначе во всех нас есть зачатки лидерской позиции да то есть ты считаешь что во всех это есть да просто в некоторых они маленькие и выращивать их как бы сложно просто в силу там уже накопленных убеждений психотипа и так далее там подобное то есть то что у нас там в детстве и позже формировалась соответственно если мы говорим про то что вот такой человек зажигающий других собирающий с собой вести как бы других вместе именно вот с таком виде лидерства но наверное здесь вот нужно такая нужна такая самая диагностика вместе с каким-то коучем трекером в рамках которой лидер поймешь что мне вот здесь вот условно сейчас проще и нужнее нанять какого-то там человека со стороны либо партнера пригласить бизнес который будет и так вот лидировать условно либо соответственно он понимает что он пора меняться вот раз у него сейчас как-то двигается вперед ну то есть компания развивается значит как-то лидерская позиция она у него все равно реализуется просто она видимо реализуется возможно не его силами а как-то внутри то есть может быть у него уже внутри этот лидер есть и работают люди которые с такими но лидерскими желаниями то есть бывает такое что рука если не сильный лидер но он притягивает к себе здесь лидерской позиции у него люди вот типа но он не лидер и люди люди приходится лидировать внутри какие-то самим идеи предлагать внедрять и так далее а он просто хорошо умеет подбирать людей это тоже как бы хорошо в этой части тогда лидерская позиция реализует внутри компании за счет людей находящихся там вот фактически надо диагностировать текущую ситуацию почему сейчас компания развивается где вот эта вот роль собственно лидерская и после этого понять собственно что сделать чтобы мы пришли к тем целям которым хотим пример там у него есть желание дальше развиваться он смоет вот для достижения цель там x3 да в роста в три раза соответственно хватит ли мне текущей структуры вот пытается представить это видение будущего ролевую модель как компания будет работать словно с учетом вот разных психотипов там сочетание то есть можно по одидерской модели проанализируется какой-нибудь собственно поэтому mbti да собственно там по разным моментам вот собственно там какую-нибудь команду модели белбина взять все вот проанализироваться в будущем и соответственно если вот эти вот люди это вот эта функция которая закрывает собственно все или нет и уже от этого будет понятно по моему опыту если у человека совсем этого нету то проще нанять нанять и найти партнера вот если человек как-то работают не реализуется но он в себе не уверен надо нужно просто условно там коучу помочь ему переосознать вот потому что вопрос такой то есть это прям вы воспитать в себе лидера это вопрос но не быстрый скажем так если у него совсем там вот эта забитость вот просто он просто как-то лидерство не организуется раз он собственно сейчас живет да сейчас что-то происходит а были когда-то у тебя случай вообще может ли так быть что человек условно принимает решение говорит да я собственник бизнеса я в конце концов очень ответственный значит я здесь должен быть лидером мне кажется многие собственники бизнеса такие перфекционисты раз надо значит надо раз я должен быть лидером значит я буду лидером я что я сделаю я пойду коучу я буду заниматься я буду стараться там себя перестроить и в какой-то момент уже в середине пути но он не справляет он вдруг он не смог стать лидером он не сдается например он принимает эту ситуацию были ли у тебя случаях человека не получилось в конце концов стать лидером были случаи когда человек уперся в камп в размер своей личности ну то есть когда вот он вот до определенного момента он вырос дальше как бы ему нужно некие психологические прообразования либо ему нужен кто-то кто будет додрайвить такое было и в данном случае вот в нескольких случаях мы как раз решали наймом дополнительного человека который начинал его дальше как бы тянуть место за него преобразовываться несколько моментов было где человек собственно начинал заниматься на каких-то вот таких психологически логомающих вещах где его там ломали условно пересобирали заново там есть разные там курсы техники да были случаи когда человек фактически уходил в психотерапию годика на два через какое-то время постепенно как бы начинал за это выходить тут надо тоже очень понять что есть лидерская позиция опять же за счет функциональных вещей условно да то есть можно же процесс построить самоуправляемый который будет стандартно работать из нужных людей на нанять да в рамках которого именно лидерская позиция как типа принять решение в неопределенности будет реализовываться командный как бы в целом и там психологически ему становится проще иногда даже без преобразования можно вот так вот пройти вот если нужно прям что какая-то такая специфическая ситуация что человеку вот не он не успеет это сейчас делать ему надо на себя прям психологически брать собственно риск то да вот здесь вопрос либо ему резко он идет в какие-то тренинги где его ломают либо соответственно этот самый нанимаете дополнительного либо соответственно с психологом работает но я не видел случаев когда с психологом получалось работать быстро ну конечно это же такая очень долгая история завязанная там вообще на всем от мамы до пабы до вообще там до пренатальное развитие все на свете себе пересобирать я знаешь от тебя услышала очень интересную мысль про такого коллективного лидера то есть ты говоришь что функцию лидера лидерство может брать на себя не отдельный человек сто процентов да она как-то размазывается условно на коллектив вот правильно ли я тебя услышала и что 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 вот ты здесь имел в виду имею ввиду что скажем так когда люди лидерские функции вот эти да да когда люди соответственно вместе принимают решение психологически нагрузка делится если у человека с лидерской позиции проблема именно в том что ему тяжело в неопределенности принимать решение то когда рядом с ним он вместе системно анализирует там да и вместе принимать решение мы психологически проще то есть иногда я видел просто таких лидеров которых вот если взять его отдельно да и поставить в голову какого-то нового коллектива и сказать давай чувак резко надо преобразовать заставить кого-то что-то сделать условно там что-то резко преобразовав то он не справится но в текущей системе он создал во всех себя такую команду где ему психологически ну получается есть он он в рамках команды несет на себе роль такого типа ребята у нас все получится условно но при этом решение принимает совместно то есть даже больше иногда команда принимает решение собственно чем он он то есть они как бы вместе приходят к решению у него такая управленческая команда возникла и за счет нее у него компания развивается но если его вытащить из этой системы поставить в неопределенности да он не справится и вот я видел такие системы которые выживали в том числе 2020 когда там пандемия случилась как бы антикьючмен живут просто силу того что команда такая организовалась которая совместными усилиями принимает собственные решения бывает команды когда инертные и нужен чтобы лидер же что у таких вот такой вот серьезный лидер который условно не то что даже не инертный но то есть который именно тащит на себе вот ощущение от ответственности если мы про лидер сесса то есть лидер срока понятен там естественно он уже не справился в этой части просто всего того чтобы надо было там какое длительное время организовывать эту команду а если сейчас уже сжахнул там будет плохо поэтому если мы говорим там типа чувак типа батарея, который приходит и резко все перефигачивает. А бывает, который настроит по себе какое-то спокойное время, условно настроил по себе систему, которая дальше будет, собственно, работать. Ага. Расскажи какую-нибудь историю самого, не знаю, там, кардинального преобразования человека. То есть вот мне кажется, да, с обывательской точки зрения, что, типа, вырастить лидера это, ну, на какую-то существующую его там, на какую-то его существующую психологию. Немножечко ее подкрутить, да, на какую-то там образовательную базу, да, теоретическую ты чуть подкрутишь. То есть он станет улучшенной версией себя. Ну, так, это такое там, да. Насколько себя, вот, видел ли ты моменты, примеры, кейсы, когда люди прям вот этой точки А в точку Бэш, называй, сам человека было не узнать. Сколько времени это занимало и чего человеку это стоило? Почему-то сразу мой пример личный. Давай, 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 это же очень круто. Ну, смотри, да, то есть в начале у меня как раз лидерская позиция проявлялась в безопасной среде. Ну, то есть вот была, там, я работал еще в компании, когда работал по этим проектам в этой части, и я скажем так, очень серьезно боялся последствий, но в том плане боялся, что люди ну, как бы, условия испортится мнение обо мне у этих людей, они перестанут меня любить в кавычках, если ну, то есть вот так вот. Ага. Будут меня не любить, а мне это было страшно. Ага. Ага. И вот когда я условно настроил взаимоотношения с ними так, чтобы вот, то есть с самыми важными людьми так, чтобы они были доверительны, в этой части у меня лидерство стало как бы открываться. Но при этом, как только что-то происходило новое, внедрялся какой-то новый человек, у меня сразу становилось, ну, с этим начинались проблемы очередной раз, я боялся. Что нужно, понятно. Да. И когда я потом устроился, начал вот в текущей компании раститься из разработчика, собственно, в совладельца, там у меня уровень ответственности повышался, количество людей, которых приходило в компании, было много, новые клиенты и так далее. У меня прям начало лидерски вот это свой настрой зарушаться, потому что я не успевал выстраивать отношения. Не успевал выстраивать, адаптироваться под вот это вот, ага. Более того, возникали люди, с которыми было невозможно, точнее, сильно сложно договориться, я просто не успевал, там они мне в мозг поносили. И в этой части я видел прям, что я сыплюсь, я боюсь принимать решения. То есть мне прям было вот реально страшно, что что-то будет не так, люди расстроятся условно и так далее. И тебя еще в этом обвинят. Да. У меня вплоть до, я там сказал, вплоть до психосоматики дошло, то есть я там сильно нервничал, вот там до создания иммунных заболеваний это все привело. Я в итоге, когда мне вот врач сказал, типа у тебя от иммунных заболеваний, понял, что пора с этим что-то делать, пора начать вот собственно как-то работать как бы нормально. Здесь вопросов много было с этим связанных, но в целом. Вот. И я тогда как раз пошел вот сначала к психологу, потом пошел к коучу, параллельно пошел обучаться на психолога. Вот. Обучился психологу, пошел обучаться на коуче. В итоге у меня психологическое образование, три коучинговых образования, два трекера, точнее три трекерских образования. И вот я до сих пор преобразуюсь. Ну то есть самое большое преобразование у меня было тогда, когда я вот на психолога начал учиться, потому что я начну системно выгружать в людей свои страхи и боли условно в этот момент, потому что в рамках учения у нас было много практики. И в этой части стал ощущать, что в целом-то ничего страстного не происходит. Вроде люди меня слабым тоже воспринимают. Я как-то проявляюсь, могу как-то развиться и так далее, и люди с людьми потом можно как бы нормальное взаимодействовать. И что условно люди, то есть обрабатывают какие-то ситуации в жизни, что можно, ну скажем так, перебороть то, что какой человек меня в жизни как бы не любит. Понятное дело, что я сейчас немножко утрирую. Ну да. Но в целом вот оно вот так вот. Вот. Это первое преобразование было. Потом я прям специально ходил отдельно вот по всяким разным, ну какие-то нестандартные вещи делал. Например, там на улицах людей пробовал обнимать. Там вот всех сложнее, кстати, было обнимать. Я вот рассказывал на других сессиях таких. Всех сложнее было обнимать людей с похмелья, идущих с утра. Вот. Они вообще не хотели. Еще бы. Ну короче, вот всяким в метро там всякую фигню кричал, там собственно для теста, да. Меня колбасил, но я собственно делал в этой части. И параллельно, естественно, психологом параллельно работал, прорабатывал всякие моменты, натолкнулся через какое-то время на проработку мужской части. Я обнаружил, что у меня в детстве там были проблемы с гопниками. И, ну, вспомнил точнее, я не очень проявлялся с точки зрения такой агрессивной стороны, боялся этого. И, ну, приучился не идти в конфликт как-то вот создавать отношения, чтобы не конфликтовать, короче. Вот. И я понял, когда я штукенцу вместе с психологом, я там вообще на бокс потом записался. Вместе с сыном начал ходить на бокс, потому что у меня тоже там проблемы в школе начались. Я думаю, о, как раз самое то, короче. Он меня подбатрил. И, короче, вот бокс, мне это была вторая вещь, которая резко мне поломала вот эта боязнь вот этого, собственно, нелюбви условно. И желание оставить свои границы, свою позицию. Вот. И сейчас, условно, у меня просто много сейчас новых проектов, где совсем, ну, сразу, ну, как бы такой вот нестандартные люди, я не знаю, не успевают свои отношения. И там получает. Сейчас я вижу, что это преобразование у меня случилось. Оно еще в процессе, условно. Но мне сейчас намного проще проявлять лидерскую позицию даже в незнакомых коллективах и в этой части достигать того, что я хочу. Вот, наверное, вот есть и в целом про путь по такому. Что это можно? У нас, к сожалению, осталось 17 секунд, а у меня был вопрос еще, почему ты все-таки принял решение расти, а нет. То есть у тебя есть была профессия, ты мог зарабатывать деньги, ты мог просто же уйти в, типа, ну, я просто уйду в другую компанию. Если здесь на меня слишком, слишком много складывают условно, да, там большие ожидания от меня, можно просто уйти в другую компанию, там сидеть себе спокойно и развиваться. Но это вопрос, который, я думаю, много потребует времени для ответа. Ну, кратко, кратко отвечу. В этот момент, когда я вот понял, что мне сложно, вот, у меня была же проблема со здоровьем, я в любом случае пошел к психологам. А когда пошел к психологам, я с коучем и психологом прорабатывал, а что я вообще хочу. То есть у тебя все горизонты развития, они отодвигались по пути, в момент именно обучения и развития. То есть... Да, то есть я с психологом и с коучем, я разрабатывал, а что я вообще хочу, и от этих желаний видел, собственно, что компания и развитие мне это дает. Ну, то есть в этот момент просто, слава богу, у меня судьба подтолкнула к психологам и коучам, в рамках которого я понял, что я хочу, и увидел, что рост мне это даст. Понятно. И поэтому остался, собственно, ростей в этой части дальше. Прикольно. Супер. Это очень интересно. Твой доклад уже был, ты сегодня уже не выступаешь. Но зато много твоих докладов в сети, в YouTube, можно все послушать. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мы с вами прощаемся на несколько минут. Скоро вернемся снова. Пока. Всем пока. Всем пока.